Добрый день, уважаемые коллеги! С вами Юрий Хамутский, руководитель проекта ebaldc.ru, основатель и руководитель клуба успешных инженеров. Сегодня мы с вами поговорим о том, где хранить деньги, о том, что россияне сделали ставку на вклады, на банковские вклады. При том, что в ближайшее будущее, в самое ближайшее будущее, видимо, 11 февраля, Центробанк повысит ключевую ставку, как ожидается, до 9,5%. Об этом мы с вами поговорим отдельно. Сегодня поговорим просто про вклады. Дело в том, что на днях у нас появилась новость, что депозиты россиян выросли до рекордных почти 30 триллионов рублей, из которых 17 триллионов находятся на срочных вкладах и 10 на текущих счетах. Это на самом деле очень... Вот мы часто можем говорить о том, что толпа действует неправильно, нужно действовать против толпы, но вот эта новость говорит о том, что толпа на данный момент действует правильно. Люди сейчас молодцы. Последнее время были очень низкие ставки по вкладам, 4-5%, потому что была низкая ключевая ставка Центробанка и низкая инфляция в стране. Ну, это я имею в виду последние пару лет. И никто не хотел под 4% или под 5% в банк класть деньги надолго, на многие годы вперед. Все держали деньги на срочных вкладах, то есть на коротких дистанциях, на 3-6 месяцев. И вот на таких вкладах уже накопилось 17 триллионов рублей, ни много ни мало. В ближайшее будущее нас... В ближайшем будущем нас ожидает повышение ключевой ставки, ближайшее заседание, вот, собственно, 11 февраля уже произойдет. И пока предварительно данным ожидается, что ключевая ставка с текущих 8,5% вырастет до 9,5%. Таким образом, в ближайшие дни ставки по вкладам еще более вырастут и уже, скорее всего, прям подойдут вплотную к отметке 10% годовых, а при соблюдении некоторых бонусных условий могут даже быть более 10%. Повышение ставок способствует перетоку средств населения во вклады. Стабилизация и инфляция станут дополнительными аргументами в пользу открытия еще большего числа срочных вкладов ради фиксации относительно высокой ставки на длительный период. Здесь я добавлю, наверное, что, скорее всего, все-таки это не последнее повышение ключевой ставки, наверняка в течение года еще случится одно-два повышений, и тогда у нас по депозитам еще вырастут ставки, процентные доходы. Но что уже сейчас можно порекомендовать сделать? Ведь это несложно воспользоваться даже текущей ситуацией и открыть долгосрочный по возможности пополняемый вклад на 3 года, например. И тогда, если он вам не понадобится, ну и бог с ним, а если он понадобится и ставки дальше расти не будут, на него положить деньги, и, соответственно, они у вас будут 3 года лежать под высокими процентами. А если случится так, что повышение еще произойдет, значит, этот депозит у вас останется, а когда произойдет повышение ставки, будут новые депозиты, вы там откроете какой-нибудь трехлетний вклад и, соответственно, будете туда подкидывать свои деньги. Что нам говорят дополнительно эксперты? Помимо привлекательных условий, которые стимулируют приток новых средств на рост объемов вкладов в банковской системе, оказывается влияние эффект капитализации процентов и снижения спроса на ипотеку. Да, действительно, если деньги со вклада, проценты со вклада не снимать, а оставлять на счету, то есть чтобы на эти проценты начислялись новые проценты, то капитализация, это так называемая капитализация процентов, фактически еще немножко увеличит реальную ставку по депозиту. И здесь же мы отметим снижение спроса на ипотеку. Здесь в долгосроке, да, это снижение спроса, действительно. Если же говорить в краткосроке, то сейчас, так как ставки будут расти по ипотеке, то ипотеку лучше взять сегодня, не дожидаясь дня завтрашнего. Я делаю много обзоров жилых комплексов и есть у меня несколько видео про то, выгодно ли инвестировать в недвижимость, выгодно ли брать сегодня ипотеку и другие подобные темы. Там я регулярно говорю о том, что ставка будет расти, ипотека будет дорожать. Да, это может привести к снижению цен на жилье, но не стоит ожидать какого-то сильного снижения, потому что застройщики не будут резко снижать цены. Это не в их интересах. Им надо показывать рост рынка в первую очередь. Таким образом, цены на квартиры не будут быстро, резко дешеветь. Скорее всего, мы все-таки больше к этому варианту склоняемся. А ипотека будет дорожать по процентам, а 1% это существенное подорожание ипотеке. Поэтому ипотеку лучше, если планируете брать, если она вам нужна для жизни, рассматривайте варианты, лучше брать не тянуть сегодня. Дальше будет только дороже. Ну и таким образом у нас прирост депозит выходит на пятилетний максимум. Схожее мнение приводит и аналитик с бюроуправления активами. Он ожидает, что если ставка вырастет на 1% до 9,5%, то регулятор близок к завершению цикла ее ужесточения. Но здесь красивая фраза. Близок, будет близок к завершению цикла ее ужесточения. То есть близок к окончанию ее повышения. Но это только близок. Мы не говорим о том, что он закончится. Значит, впереди еще могут быть определенные ужесточения. Но так как сейчас по 100 пунктов, то есть это 1% имеется в виду, на 1% может быть в будущем ставка и не будет расти, но на 0,75% или на 0,5% она еще может вырасти запросто. И может быть она в сумме вырастет, например, и на 1,5% просто в 2-3 этапа. Ну 3 раза по 0,5% до конца года еще ЦБ накинет, помимо этого 1%. То есть мы ставку до 11-12% запросто еще можем увидеть просто более мелкими шажками. Еще один интересный вывод. Мы ожидаем постепенного замедления инфляции благодаря повышениям ставки и консервативной бюджетной политики, ослабеванию давления со стороны мировых рынков и так далее. Дело в том, что если люди кладут деньги на депозиты, то у людей становится меньше денег на потребление. И это дезинфляционный фактор. Ну вот здесь есть и пояснение. Проще говоря, деньги, которые могли бы уйти на покупку, вместо этого кладут в банк на депозиты. Таким образом, покупок меньше, спрос как бы чуть меньше, потому что деньги в банки уходят. А раз спрос меньше, то инфляция будет ниже. Приводит к снижению спроса и замедлению роста цен. Граждане формируют финансовую подушку. Важно, чтобы эта финансовая подушка, повторюсь, сейчас создавалась на несколько лет вперед благодаря высоким ставкам. Да, сейчас на 10% депозитах вы реальные прибыли не получите, потому что инфляция примерно держит 10%. Но на горизонте 3-5 лет вполне вероятно, что вы там на долгосроке будете в плюсе. Тем более, что по другим новостям у нас есть данные, что ЦБ планирует привести к концу года инфляцию к целевому показателю 4%. Я лично в это не верю. Я не думаю, что до конца 2022 года мы получим 4%. Но в целом будет курс на снижение инфляции, поэтому сегодняшние дорогие вклады на пользу людям в долгосроке. В долгосроке, повторюсь, не в первый год, не во второй год, а вот на третий-пятый год это будет прибыль нам. Давайте подытожим. Соответственно, я вам открою текст новости до конца. Если есть желание, прочитайте, поставьте на паузу, прочитайте. Я вам только свой вывод скажу. Ставка будет возрастать. Мы к этой теме вернемся 11 февраля. Еще раз проговорим про ее повышение, когда это уже случится по факту. Сейчас мы можем говорить о том, что ставка будет расти в течение года еще неоднократно. Если нужна ипотека, то лучше позаботиться о ней заранее. Я уже не первый раз об этом говорю. Если есть цель сделать сбережения, то лучше открывать сейчас на крупные суммы краткосрочные вклады и ожидать новых повышений ставок. И помимо этого открывать долгосрочные вклады с возможностью пополнения в процессе вклада с целью докидывать туда деньги, когда ставка упадет и ставки по вкладам упадут. То есть зафиксировать для себя высокую ставку на сегодня. Собственно, вот все. Две простые стратегии. Пользуйтесь, пожалуйста. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, пишите. Разберем в следующих видео. С вами был Юрий Хамутский. Пока. Продолжение следует...